Да, еще я думаю, что, если можно, в конце все получатся, разумеется, линк на видео. Правильно? Да, конечно. И я думаю, стоит также людям послать саму презентацию. Да-да, все есть. Это техническая сейчас, на 1 секунду. Есть сайт remote.ru, там на первом месте стоит это. С первого места это уйдет, будет внизу. Там будет линк на страницу этой презентации. И, естественно, там все материалы, включая это, и после нашей презентации там будет стоять просто видео. Не только ли видео, а сам пятифайл. Да, да. Удобно. Да. Окей, все, я начинаю. Добрый вечер. Меня зовут Имануэль Рейзер, он же Женя, Евгений. Я живу в Израиле, мне 52 года, семья, дети. Я родился в Москве, прожил там почти до 18 лет, потом уехал в Америку, потом приехал в Израиль. Вот такой бэкграунд. Работаю в хай-деке. Теперь мы, в связи с тем, что я рассказал про книжку, которую я написал, и она вышла в Россию, вот так она выглядит живьем. Называется она «Авторая русская поэзия пересечения». И начнем рассказывать, что же это такое, откуда возникла эта идея. Значит, вопрос начальный следующий. Вот я вырос в Советском Союзе. Что такое идаизм Тора, я лет до 15 не знал, но я учился в школе, в разных кружках, ходил в музеи, набрал довольно большой багаж русской культуры. А потом я решил стать религиозным евреем, и возникает вопрос. Наверное, вопрос такой возникает не только у меня, а возникал у многих других людей, которые вот так решили поменять свою жизнь, свое мировоззрение и свои привычки. Что делать с той культурой, в которой ты вырос, которую ты хорошо знаешь, которая, собственно, твоя? Есть один подход, который говорит, надо все отрезать, бросить, лех лиха мимо лад дыха, выйди, как Авраам Авину, из спектричьего дома, совсем порви и живи новой жизнью, как будто на белом листе. Есть другой подход, который говорит, что то, что ты наработал, оно может тебе служить и после того, как ты изменил свои какие-то жизненные установки. Даже, может быть, это и не совсем то, чем ты сейчас занимаешься, во что ты веришь и согласен, чему живешь. Но в этом есть ценность, которую не стоит выбрасывать. И здесь есть два аспекта. Во-первых, это ценность, потому что это твое. Как бы ломать человека – это не всегда хорошо. И, во-вторых, это ценность, потому что это просто ценность сама по себе. Я считаю, что то, что сделано в русской культуре – это, несомненно, одно из важных достижений человечества. И жалко от этого отказываться. Хотя я ни с кем не спорю. Кто-то считает по-другому. Наверное, он не находится здесь, в аудитории. Но тоже точка зрения, которая имеет право на существование. Но я не такой. И еще есть один вопрос. Вообще, как мы относимся к нееверистской культуре? Вот у нас есть Тора, Всевышний говорил с нами, все стояли на горе Синай. В Торе есть все, как говорится у наших мудрецов. А зачем нам что-то еще? Даже для человека, который не как я, который вырос в нееврейской культуре, зачем ему узнать что-то извне? Те, кто здесь присутствует и постоянно ходит на занятия лиль-модру, не знакомы с философией Рава Куха, который, да, видит ценность в общечеловеческом, и Алла Шерке, который, я считаю, один из величайших мудрецов нашего времени, подчеркивает постоянно, что есть ценность и в нееврейской мудрости. И совершенно нормально из нее черпать вдохновение, мудрость и всякие другие ценности. Это такое предисловие. Теперь, что такое русская поэзия? Почему я обратился именно к русской поэзии? И как я обратился, я расскажу через несколько минут. Потому что мы знаем, что стержень еврейской культуры, еврейской цивилизации – это Тора и то, что из нее выходит. еврейский человек творчества, который отсоединяется от Торы, у него не получится. Так уж это устроено. Мое глубокое убеждение таково, то, что ту же роль, которую играют Тора и мудрецы, Азальф, Хамин, Равины, в «Ророке», в еврейской культуре, то же самое играют поэты, по-русски, но, в первую очередь, поэты в русской. Да, вот эта заезженная фраза, что поэт в России больше, чем поэт, она заезженная, евскошенковская, но в ней отражается, несомненно, правда. Потому что именно русская поэзия создает такую шкалу ценностей, такую систему ориентиров, в которой человек живет, и сравнивает себя с теми идеалами, которые там создавали Пушкин, Блок и Бродский и так далее. Так это устроено, так это работает. Другого нет. И теперь перейдем, собственно, к названию книжки. Что такое автора? И для тех, кто не знает, я расскажу в двух словах. У нас, евреев, принято каждый шаббат читать отрывок из Торы. Тора разделена на разделы согласно неделям. Каждую неделю новый раздел и в течение года заканчиваем чтение всей Торы. Но кроме Торы у нас есть еще Танах. Так что вот чтобы Танах не забылся, для каждой главы из Торы найден отрывок из пророков. Это одна из трех составляющих Танаха. Или, грубо говоря, можно перевести как Ветхий Завет на русский. И со временем еврейские мудрецы находили ассоциации между какими-то отрывками из Танаха, именно из книг пророков и главой Торы. И вот этот кусочек из Танаха читается после чтения Торы в синагоге, пресечения народа. При этом в разных общинах могут быть разные отрывки из книги пророков. Но что объединяет, это всегда находится некая ассоциация между тем, что говорится в данной недельной главе Торы и то, что мы находим в каком-то отрывке из пророков. Я почти случайно обратил внимание, что вот есть в стихах, которые я знаю, какие-то ассоциации с тем, что говорится в Библии, в частности в Торе. И я придумал 4 года назад для себя такой челлендж. Для каждой недельной главы находить что-то в русской поэзии, что тоже ассоциативно может быть связано с недельной главой. Поэтому такое название. Автора и русская поэзия пересечения. Автора, потому что я уже не знаю, как еще перевести автора на русский язык, поэтому я оставил просто транскрипцию северита. Автора – это буквально добавка, дополнение и то, чем заканчивают. И десерт, если хотите. Поэтому автора, русская поэзия, потому что я беру автору из русской поэзии, а не из пророков. И пересечения, потому что это пересечения. Пересечения русской еврейской культуры – для меня это очень интересно, поскольку я знакомый с той и с другой, то мне показалось, это будет интересно. Но давайте придем к следующему слайду. Еще остаемся здесь. Но для меня такой челлендж был бы слишком прост. поэтому я поставил для себя дополнительные ограничения. Ограничение номер один – это то, что поэты не могут повторяться. То есть нужно эти там больше 50 разных поэтов и их поставить соответствие. Ограничение номер два состоит в том, что все поэты, соответственно, все стихи должны быть признаными как классические. То есть поэты должны быть такие, про которых написано в Википедии, которые признаны хорошими поэтами, а не просто кто-то, кто написал на стихи ру. Вот. Это, так сказать, два главных ограничения. в течение года я каждую неделю писал. Иногда бывает, что есть два поэта на ту же недельную главу, если они уже очень подходит. Я это все писал в Фейсбуке и в живом журнале, как же это отражалось на сайте Маханаима. А потом появилась идея, когда я закончил год вот эту работу, появилась идея, почему бы не написать книжку, все собрать это в книжку. Я попробовал и у меня получилось. Люди из Маханаима, особенно Ира Дашевская, Ира Карванова, мне очень помогали. Большое спасибо. Знакомили с кем нужно. И потом мне очень помогла моя жена, Эстерезер, которая тоже здесь присутствует. Она, собственно, жила издателя, который книжку издал. Вышла в издательстве Вече, издательское издательство. Вот теперь перейдем, собственно, к содержанию. Что же там есть? Все стихи, которые я привожу, можно разделить на три типа пересечения. Есть пересказ, когда берется некий сюжет из Торы и поэтому пересказывает в стиле русского стихосложения. Есть метафора, когда поэт рассказывает о чем-то другом, но в качестве усиления своего утверждения он приводит пример из На самом деле, если вы посмотрите, как построены авторот из классической, классическом, значит, еврейском чтении недельных глав, увидите, что же есть примерно такой же подход. редко бывает пересказ, возможно, пересказом можно считать автору из Ихэскеля недельной главе Эмор, когда он рассказывает, там рассказывается про как устроен нем кипур и как работают священники, а он рассказывает о том, как будут работать священники при этом храме. Это пересказ, можно так подтянуть, но, разумеется, пересказов мало. метафора, аналогии полно, метафора есть автора к недельной главе Беаладха, когда рассказывается про то, как зажигается Минара в храме, и качество автора приводится Захария, который тоже видит Минару, который, казалось бы, никак не связан с Минарой в храме и вообще с порядком служения, которое описывается в Торе, но, раз он увидел Минару и здесь у нас есть Минара, то давайте перейдем такой автору. И аналогий тоже еще много, но, например, аналогия самая очевидная это в нашей недельной главе, которая будет буквально через три дня, рассказывается про то, как евреи переходят в Красное море и поют песню, и тут же приводятся автора с песни Дворы. Казалось бы, совершенно непохожие события, но здесь песня, там песня, аналогия пошла автора. Я приведу некоторые примеры. Пересказ. В качестве пересказа на главу Хукат, помните, в главе Хукат рассказывается про то, как змеи атакуют евреев, значит, Маше и Арон делают, приказу Маше делаются бедные змеи, и знаменитая фраза, то, что тот смотрит на бедного змея, исцеляется, и таким образом происходит спасение. Федор Сологу, такой очень значимый русский поэт, начало XX века, пересказывает сюжет, кстати, его большим юдафилом. Я прочитаю, вкратце, если это вам не помешает. Мы взроптали иудеи, труден путь наш, долгий путь, присмыкаясь, точно змею, мы не смеем отдохнуть. Стан усталых иудеев из небедом и земли, береницы мудрых змеев, утром медленно ползли. Рано утром, часть восхода, голодна тащая зла, стан роптавшего народа, рать змеиная ползла. И по слову Моисея был измерий скован змей и к столбу прибили змея остриями трех гвоздей. И стащили яд свой гости и шурша в сухой пыли, а бессиленные злости благовище унесли. Перед медным изваянием преклоняется народ и смиренным покаянием милость Божию зовет. Очень близко к тексту пересказ русским языком, словесным, красивым, значит, рифмованным слогом и, разумеется, попадает в главу Хукат. Пример метафоры. Есть стихотворение Николая Гавилева «Красное море». Очень длинное стихотворение, поэтому разумеется, переведено с сокращениями. Кстати, есть целый ряд вариантов, но то, что я хотел оставить, во всех вариантах присутствует. Звучит так. «Здравствуй, Красное море, акуль и уха, негритянская ванна, песчаный котел, на твоих берегах вместо влажного мха известняк, как чудовищный кактус расцвел. На твоих островах в раскаленном песке, позабытых прилиром растущим ночи, умирают чудовища моря в тоске, осьминоги, бетоны и рыбы мучи». «С африканского берега сотни пирог отлывают и жемчуга ищут вокруг и стараются их отогнать от восток с аравийского берега сотни филук. Из лесистых ущельей приходят слоны, чутко слушая волны, набегающие гул, обожать отражение ущербной луны, подступают к воде и боятся пыли. И когда выплывает луна на зенит, вихрь проносится запахи леса, твоя, отцу Эца да бабль бандеба звенит, как иолова арфа поверхность твоя». Теперь самое главное. «И ты помнишь, как только одно из морей. Ты когда-то исполнила Божий закон. Ты раздвинула цепкие руки зыбей, что прошел Моисей и погиб фараон». То есть поэт пишет про Красное море, много всяких интересных впечатлений, но в конце он как в качестве метафоры подчеркнуть необычность этого природного явления, с которым он сталкивается, приводит некий символ из истории, кстати, из нашей недельной главы. аналогия. Пример аналогия. Что-то такое интересное рассказывается в нашей недельной главе, и про то же самое пишет русский поэт, который никак не соотносится непосредственно с нашей недельной главой, но идея очень похожа. Помните, когда говорится про строительство храма, Всевышний обращается к Моше, говорит, вот это Сиби Цалеля, потому что у него есть некое внутреннее видение того, как храм должен выглядеть, он поймет, как строить. Он будет относиться не формально, не технически, а вот именно с пониманием того, что он делает, поэтому получится хорошо. Я очень долго искал стихотворение, которое в той неделе главе «Пикудей» может вот эту же идею отразить и нашел у Булата Акуджава, который, мне кажется, очень подходит к тому, как на сюжету со Всевышним Бицалеля Моше из Третьего Трама. Строитель, возведи мне дом, без шуток, в самом деле, чтобы леса росли на нем и чтобы птицы пели. Построй мне дом, меня любя, построй, продумав тонко, что был похожим на себя, на самого и только. Ты не по схемам строй его, ты строй не по стандарту, поселить чувства своего по сердцу, по азарту. Ты строй его, как стих пиши, как по холсту рисуя, по чертежам своей души, от всей души рискуя. По-моему, вот подходит настолько к тому, как мы представляем свое строительство храма, что я бы увидел и сказал, а, нашел. вот, если вы хотите еще какие-нибудь стихи, пожалуйста, прочитать. А пока еще несколько слов про книгу. Значит, мне хотелось бы рассказать вам, как я ее издавал, в чем были проблемы. Ну, есть вещи простые, я собрал все, что я за год написал, сделал из этого большой файл на Word, редактировал, исправил, насколько я мог, что-то там изменил. Потом отдал это литературному редактору, человеку, который просто проверяет русский язык, и редактору слэш-корректору. Это был второй шаг, третий шаг, был графику, оформил то, что я сделал в книжку, был готовый файл книжки, это заняло примерно вся работа примерно полгода, но надо было найти издательство. Сначала есть такие издательства в России, которые дают тебе возможность издать самому, и был такой вариант, и, как казалось, Хрштейн пошел по этому пути. Почему? Я вам расскажу. Потому что самое интересное, может быть, даже интереснее, чем находить стихи, подходящие к недельной главе, надо было разобраться с австрийскими правами. И это целая наука. Выглядит так, что в течение 70 лет после смерти человека он сохраняет авторские права, сохраняются авторские права на то, что он написал, на то, что он создал. Теперь возникает куча нюансов. Во-первых, кто владеет этими авторскими правами. Бывает, что все ясно, там, жена и любой потомок, а если его нет. Бывает так, что кто-то эти права просто покупает. Есть такие случаи, что если некая первая покупает авторские права известного поэта, как, например, было с Буниным, и ты должен их найти и с ними договориться. Бывает так, что их несколько. у Симонова есть четыре наследника. И если ты со всеми с ними не договариваешься, то ты не можешь включать стихи в свою книжку. Есть ситуации, когда есть наследник, но до него невозможно добраться. Попробуйте достучаться до жены Акуджавы. Она существует, она часто болеет, даже если не болеет, она не отвечает. Это очень непростой челлендж. А есть такие, которые просто есть, но дойти до них невозможно. А есть еще такие, которые легко до них добраться, но они выдвигают разные странные условия. Какие бывают обычные условия? Обычно стандартные условия это формальная плата, 500 рублей, что-то в таком духе, и книжка. Это пожалуйста. Есть такие, у которых есть адвокаты, прислали тебе договор, должен подписать, все очень серьезно. И только тогда ты можешь быть покрыт. Есть разные ситуации, есть многие люди, которые отвечают, да, никаких проблем, пользуйся, вам ничего не нужно. Я, кстати, должен заметить, что почти все, кроме двух, почти все авторы уже не с нами. Двое авторов сестра правильно полугода живых, и с ними как раз было довольно просто. Но что продолжу дальше? Дальше с помощью Эстер, моей жены, я нашел серьезного издателя, издательства Вечи, который очень заинтересовался этим проектом, и я стал сотрудничать с их адвокатом, и тут оказалось, что 80% того, что я делал, было неправильно. во-первых, нужно действительно не просто подтверждение словесное или по имейлу, а нужна бумажка. Таков российский закон. А не то, ты рискуешь. Другая речь, которую я не знал, я думал, что должно пройти 70 лет за время опубликации работы. Оказалось, 70 лет после смерти. Это просто мое незнание. Но потом оказалось еще более интересное. Что? Еще было что-то интересное, когда человек умирает. Да, да. Если можно, убери Мацегет. Убери Мацегет? Почему? Еще одна более интересная вещь следующая. Вот я вам задаю вопрос. Гумилев погиб, в 20-м и 21-м годах. Как вы думаете, прошло 70 лет с того времени? Как вы думаете, авторские права его действуют или нет? Я даже не обращал внимания на то, что надо что-то употреблять у Гумилева. А нет, действуют. Почему? Кто знает? Объясняю. Когда Гумилев был расстрелян, он лишился всех своих гражданских прав. В том числе и креативных прав на свои произведения. Лев Гумилев ничего не получал вплоть до 70-го года, по-моему, когда Гумилев был реабилитирован. И тогда восстановились его авторские права, и 70-го года отчитывается эти 70 лет. Поэтому если вы в своей книжке опубликуете к Гумилеву, то вас может найти владелец его авторских прав и засудить. Имейте в виду. Здесь я тоже много всего интересного узнал. И, разумеется, пообщаться с людьми, которые имеют отношение к великим поэтам, конечно, было очень интересно. Были еще всякие забавные истории. Например, есть такой поэт Семен Липкин. Очень хороший советский поэт, переводчик, тоже замечательный. У него есть сын, который живет в Москве до сих пор, старенький очень. Без интернета, без всяких современных, без фейсбука, без современных вещей. Такая живая история. Всех видел, Ахматову, Машака, Чаковского и так далее. Но вот добраться невозможно, очень тяжело. Есть то, что я дойдет, дозвонился, имел с ним очень хороший разговор, где-то часа два мы с ним говорили. жарко, да-да, все хорошо. Издавая только пришли мне книжку, рассказ как-нибудь на люди заходят, просят авторские права, а потом книжки не присылают, пожаловался. Все хорошо. Когда я уже потом прошел следующий круг и им стал заниматься вечи, он увидел стихотворение. У Семена Липкина есть такое стихотворение про народ по имени И. Народ под названием И. Написано немного и мало в 17-м году. Человечество жить не сумеет без народа под именем И. И стихотворение двусмысленное, потому что все наши люди понимали, что Липкин так вот пытается рассказать про свою любовь к Израилю и рассказать в этом смысле. А сам он, как известно, всем рассказывал, что нет, это где-то там в Азии есть народ. И он занимался переводами с разных азиатских языков. И вот он узнал, что этот народ исчезает, и вот так расчувствовался, что написал стихотворение. Ну да. Я про это написал. И его сын сказал, нет, ни в коем случае. Мой папа имел в виду единство всего человечества, никаких исключений для евреев. Измените текст, или я не дам вам разрешения. Это было на втором кругу. На втором кругу он возмутился. и действительно я изменил комментарий, сказал, что есть такое мнение, есть такое мнение. И тогда он был доволен. Такие были интересные истории. Можно еще много рассказывать, как с ним было. Значит, теперь книжка находится из Застя Вечи. Из Застя Вечи не имеет собственного магазина, сама не продает. Оно стандартно сотрудничает с Озоном и с Лабиринтом и с целым рядом еще менее известных ресурсов. Озон такая русская альтернатива Амазону. Там продается все, что хочешь. Легко найти мою книжку, но здесь указан линк. Тоже самый Лабиринт. Менее крупные конторы, Озон. Насколько я знаю, они доставляют, может быть, снег немножко тяжело оформить. В принципе, они должны доставлять по всему миру, но из-за политики, из-за коронавируса бывают проблемы. Но то, что хочет купить, может зайти туда или туда. тут же я привел QR-код, вернее, который вы можете воспользоваться и тоже получить все линки. Мне будет очень приятно, если вы прочитаете книжку, зайдете на сайт лабиринта или Озоны и оставите там свои отзывы. У меня у САО книжек практически нет, потому что я изредо получаю посылки из Москвы, кто-то привозит в Аказии и довольно быстро книжки расходятся. Последнюю книжку я оставил в Русской общине библиотеки Юра Салинина. Такое замечательное заведение. Вот если этот тираж пищи экземпляров разойдется, то я бы хотел задать следующую, уже включая также авторот на праздники, почти все готово. И вот более-менее то, что я хотел рассказать. Теперь ваши вопросы, желания. Имеет смысл убрать сейчас презентацию, чтобы было видно тех, которые будут выступать? Или ты хочешь, чтобы этот слайд был? Нет, я все закончу. Нажми у себя прекратить демонстрацию. да. Окей, пожалуйста, все, кто хотят задать вопрос и начать какое-то обсуждение, вот сейчас как раз время этим заняться. Пожалуйста, можете включать микрофон. у меня такой вопрос, если можно. Все это, конечно, очень интересно, вот, в принципе, можно было бы это как-то обозначить по-другому, не обязательно привязывать к недельным главам или все, а просто художественная интерпретация Библии, может быть, так. И у меня такой вопрос, входят ли туда переводы на русский язык, каких-то нерусских поэтов, которые тоже писали на эти темы, может быть, есть такие, вот, то есть, они не относятся к русской литературе или они относятся, но они, перевод на русский в конце концов, это тоже отдельное произведение, вот, есть такие. Замечательный вопрос, спасибо большое. Я включал переводы, если я понимал, что это совершенно другое произведение, то есть, перевод является здесь поводом написать что-то свое. У меня есть два таких, один Пастернака, читая прекрасное сочинение стихотворения, вот, на главу Ваишлах, главе Ваишлах, помните, что там происходит? Там ангел борется с Яковом, и Пастернак перевел стихотворение Рильке, Рильке, знаете, был такой поэт немецкого происхождения, который долго жил в России, в общем, по-русски говорил, даже по-русски что-то писал, но в основном писал по-немецки. И у него есть стихотворение как бы про то же самое, Пастернак его как бы перевел, но в результате создал совершенно прекрасное свое собственное произведение. Вот я там читаю несколько строк и поймете, насколько это не звучит как перевод. Все, что мы побеждаем, малость, нас унижает наш успех, необычайность, небывалость, зовет борцов совсем не тех. Так ангел веткого завета нашел соперника под стать, как арфон сжимал атлета, которого любая жила, струною ангелу служила, чтоб схваткой гимн на нем сыграть. Кого тот ангел победил, тот правым, не гордясь собою, выходит из такого боя сознание расцвете сил и так далее. То есть переводность здесь совершенно не чувствуется. Я не очень хорошо знаю немецкий язык, поэтому не могу хотя не то, что в слоринке, но мне кажется, что художественная ценность Пастернака здесь не меньше. Есть еще одно стихотворение Жуковского, которое тоже является переводом на главу Массей. он переводил такого Людвига Уланга, был такой немецкий романтический, готический такой поэт. Но опять же, мне кажется, что произведение не имеет никакой связи с Жуковского очень много на самом деле не чисто собственных стихов, переложений Светланы, его огромная поэма, а переложений немецких поэтов, но совершенно другие имеют собственную жизнь и собственную ценность. И вот если я видел такое, то я включал, потому что главная ценность здесь не в переводе, а перевод является нечто здесь второстепенным. А то, что вначале сказали, ну, есть полно книжек, которые говорят о том, что вот как Библия отразилась в мировой литературе здесь это не так интересно. А вот именно вот так жестко связать автору, к авторе подобрать стихотворение, мне казалось, что это вот такой челлендж, вызов, который интересен. Спасибо. Вы бы не могли передать Натану или как-то, чтобы это опубликовалось, где можно приобрести книгу просто, потому что так можно не запомнить. Опять, на сайте вельмод.ру технически зайдите, посмотрите, там ссылка на страницу, то, что сейчас Эммануэль, Кире, Женя показывал, там есть все эти сноски на все магазины, пожалуйста, вы можете туда обратиться и там заказать, наверное, такая идея. правильный ответ. Где, где еще раз? На каком сайте? Вельмод.ру Лельмод.ру Можно записать в чате тоже самое. Сейчас сохранится, сейчас же не сохранится, поэтому... Еще раз, еще раз, еще раз, Шнея, технический момент. Сайт вельмод.ру заходите, видите слайд этой презентации, нажимаете, попадаете на страницу, там вся информация, включая, где можно купить, заказать книгу по линкам, которые я представила. Все? Окей? То есть, не слушать, а именно написано это все, да? Еще раз, речь идет о заказе бумажного варианта книги. Как это делается, как это принято, так, по-видимому? Если вопрос к автору, есть ли электронная версия книги, по-видимому, нет, по-видимому, Электронной версии нету, потому что, опять же, это авторский прав. Более того, даже нету кинделовской версии, потому что есть там сложности с законодательством, по... Нет проблем, это как бы понятно. Окей, технически, смотрите, здесь такая штука, с одной стороны, вот в чате Женя Иглом написала, слыха, Юля Иглом, Юля слыха написала, Женя, почитайте, пожалуйста, еще из книжки. Я думаю, что это, да, можно сделать, но все-таки, если есть какие-то еще... У меня у самого тоже есть некоторые вопросы, но я бы хотел сначала дать возможность людям как бы спросить, есть ли еще какие-то вопросы к автору, поскольку эта тема, она действительно потрясающе, интересная, пересечение культуры и так дальше. Пожалуйста, у кого-то есть какие-то вопросы еще? Ну, хорошо, пока народ думает... У меня просьба маленькая. Да, пожалуйста. Расскажи, пожалуйста, про авторские права Белла Ахмадулиной. Окей. Белла Ахмадулина. Жила, кстати, почти на Соколе. Тут есть люди, которые Сокола, они могут быть горды. У Беллы Ахмадулиной есть двое наследников и очень крупный московский адвокат, который ее наследством занимается. И мне тут повезло, потому что я общался непосредственно с адвокатом, а не с наследниками. Почему повезло? Потому что стихотворение, которое я привожу Беллы Ахмадулиной, как раз написано по поводу рождения ее дочки в начале 70-х. и в общем-то она пишет, что то, что у нее родилась дочка, это лишило ее такого поэтического вдохновения. Конечно, прийти прямо к ней я бы чувствовал немножко неудобно, если бы я пришел к ней и попросил разрешения на публикацию этого стихотворения. Есть тут некий конфликт. Но с адвокатом все было нормально, ему очень понравилась тоже идея, он задал вопросы. так что вот такая тоже стоит. Почти про каждый раз была своя история. Окей. У меня есть такой небольшой даже, я как бы специально не готовил, да, просто такой вброс делаю некто, у меня самого нет как бы, естественно, ответа. Некоторая очень большая вещь, которую все время, пока ты говорил, у меня как бы крутилось в голове. смотри, если посмотреть как бы, ну так, глобально, да, вообще вот еврейские классические тексты, ну, прежде всего, тексты, как бы Хумаша, Торы, Библия, с одной стороны, как бы еврейский подход, это типа перевод цептуагента, по поводу которого есть Сома, как бы и так дальше, да. То есть, как я себе представляю, опять же, Катонте, да, есть некоторая закрытая вещь в себе. Значит, вот те, кстати, авторы, которые ты пишешь, я думаю, что не то, что даже бы разделить, но есть некоторая вещь в себе, которая есть огромный отзыв к мире, по-видимому, благодаря самому христианству, потому что у евреев, как бы, ну, не знаю, комментарий там Пушкин или еще, он как бы стал мудит, этого нет такого, в принципе, как бы нет, некоторая закрытая вещь. Но как-то странно, что эта закрытая вещь имеет огромное эхо, да. Теперь дальше, то, что касается вот русскоязычной культуры, мне кажется, как бы вот интересный срез такой, да, посмотреть, скажем, ну, вот до возникновения государства Израиля или после, почему я это говорю, скажем, до возникновения государства Израиля мы это видим по нееврейскому миру, да, вспышка интересов, общения с евреями, то есть евреи выходят на сцену как некоторый живой объект. Ну, скажем, вот для русских поэтов, наверное, для них вся библейская тема, она была совершенно в отрыве от непосредственного носителя. Я уже не говорю про самого Мандельштама, Мандельштама, да, хаос иудейский и так дальше, понимаешь? Ну, как бы с евреями, грубо говоря, никакого пересечения не было, а было пересечение вот с этим эхом. Вот это вот интересно, да? Замечательно, скажите, одно наблюдение, которое у меня было. Вот если ты смотришь поэты до Серебряного века, включая Серебряный век, и потом поэты вплоть до Серебряного века, начиная там от от сковороды. Они все учились, у них гораздо проще найти авторов. Почему? Потому что они все учились по Библии. Это у всех в тонах, в истории с тонах, в истории с ветхого, с ветхого. Они были частью школьной программы. Не важно, что они учились в школах, но частью школьной программы. С нашей точки зрения. Поэтому у них вот эта система, система символов, она включала в себя библейские сюжеты, библейские герои и так далее. Когда он хотел сказать, что сильный как, он мог сказать, сильный как Герак, он мог сказать, сильный как Самсон, да? У них-то все присутствовало, было в крови, было в душе. А гораздо сложнее, вот ты говорил про государство Израиля, в перелом момента было не государство Израиля, в перелом момента была революция. После революции, когда выкинули изучение Библии в школьную программу, у них это все уходит. Там какой-нибудь там Вознесенский, Рождественский, Евтушенко и даже там Акуджава, Галич и так далее. У них это ушло. Тема нету. Тема ушла. Они просто не обращаются к этим метафорам, к этим символам, к которым естественно было обращаться поэтам вплоть до 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 конца серии Горького лета. Вот. Вот такое наблюдение. Насколько они ассоциировались с евреями, мало, наверное, ассоциировали. Но очень может быть, что в нашей евреи, которые они видели на улице, если они вообще видели, это были разные пласты. Но очень может быть, я надеюсь, что в наше время мы станем свидетелями вот такого, скажем, ренессанса, когда вот этот вакуум, лакуна, которая была, она будет заполняться тем, что мы видим, что к нам обращаются неевреи, да, и, наверное, не только к нам, а вообще ко всем евреям обращаются с получением, ну, не то чтобы ответа, но с получением того, что было закрыто. И, может быть, именно для русскоязычного пространства, может быть, это действительно вдвойне важно, потому что этот перерыв, когда Библия и вообще пласт вот этот, он был выкинут вообще из как бы из культурной действительности. Да, совершенно верно. После перестройки. Мы это видим, когда Израиль стал таким героем в России. И целый ряд поэтов, например, Евгений Долбатовский, не считаю, что он очень сильный поэт, я его не включал сюда, потому что, но он, знаешь, он приезжал в Израиль много раз, влюбился в Израиль, писал стихи. Я их не включал, потому что стихи, это говоря, слабые. Но, вот, казалось, такой советский поэт, там, в юности был много лет, и все такое. Но вот, что-то в нем произошло, и открылась какая-то такая странная душа, совершенно русского человека, что вот он в Израиль влюбился. Русского, не франдерского совершенно. И я привожу, скажу, что из двоих живых поэтов, которые я привожу, есть такой поэт, Севол Гемелин, я считаю, один из сильнейших, ныне живущих, российских поэтов. У него тоже еврейские, тема, огромное место. И я привел здесь в воскресенье сход. Кончается оно так, совершенно поразительно. Да ни дороги, так рада, да ни газ, ни чума, ни иракские эскады, их не тронут дома. Защити эту землю, превращенную в землю, в сад. Адонай Эл-эйну, Адонай Эхан. Ну, не может машеть, да? Монов Сидур, можно вполне Сидур включать. Да, русский человек. Да. У него много еврейских стихов. Некоторые очень дорогие люди тоже говорят в еврейских сетизм. Просто немножко такой металлической направленности, что ли. Но, по-моему, я с ним общался. очень теплые отношения к Израилю. И это не исключение. Это тренд. Но я хочу заметить еще одну вещь. Вот если мы посмотрим то, что пишут нееврейские поэты, современные, об Израиле, где-то там Искандер, Ахуджао, Глоботовский, которые он приводил, и сравнили с тем, как с еврейским поэтом. Кушнер, вылетают на Риму Казакова. Отношения совершенно разные. Ивреи пытаются, исключение, не все, пытаются доказать, межеров, пытаются доказать, что они в узкие, что это все не до них, что те, кто уезжает, это вообще вещь непонятная и далекая. К сожалению. Если у меня будет возможность создать второе издание, то я получу там то, что каждый пишет про Седер Песах, грубо говоря. И оказывается, что почти все еврейские поэты находятся в, даже Галич, находятся в категории сына, который говорит «Мы здесь, а вы там». А у русских совершенно другое. Такая любовь, признание, теплота. Это интересный тренд. Извечением Городницкого. Городницкий пишет такое, казалось, очень еврейским поэтом, евреем и еврейским поэтом. Все такое еврейское решение, что меня очень порадовало. Окей. Последнюю фразу скажу. И на этом мне еще пришла в голову такая штука. Опять, это очень обобщенный, наверное, неправильный бакалалию. Но тем не менее, мне кажется, интересное такое пересечение. Наверное, многие из присутствующих слышали, сейчас очень много было в Израиле по поводу скончавшегося сунопотрясающего песника, который ходячая легенда, фольклор, основа еврита, который у нас в ушах, скажем так. Да-да-да, Йоран это орлев. И вот много было его песен. И у людей, у которых камертон, он настроен на русскоязычное, мы выросли, песенная культура российская, каждый раз сдрагиваешь и думаешь, ну вот эти интонации, вот эти какие-то песни, но это точно из России, понимаешь? Это не марокканское, но это оттуда. И вот я хотел сказать по этому поводу, опять, сейчас очень общий, может быть, я неправильно что-то говорю, вот мне кажется, что евреи, несмотря на то, что многие из них, может быть, совершенно не читали Пушкина, плохо знали русский, я не говорю про него, кстати, не знаю, но они как-то вынесли из России вот это понимание интонации, понимаешь? А вот вопрос, насколько русскоязычные поэты, да, вот Сологу, которого прочитал, насколько они вообще, у них было какое-то чувство ощущения еврейской интонации, понимаешь? Ну, библейские, потому что, что получали из Библии, кто из них общался там с евреями, такие, которые знали, знали Танат? Можно, наверное, если подумать, можно найти какие-то примеры, но кроме того, ты понимаешь, до конца 19 века вот культурная, так сказать, часть российского общества, она вообще не знала, что это евреи. После революции, когда евреи кинули большие города и там стали занимать заметное место в русской культуре, это изменилось. А вообще даже, собственно, не знают, такие евреи, такие культурные евреи, да, потому что там купцы больших гильдий, которые появлялись в Питере, это все-таки было совершенно не то. Есть редкие исключения, но это было очень далеко. А потом, потом они не просто встретились евреями, переженились на евреях. Очень трудно найти русского поэта, у которого нет никакой связи с еврейством. Либо жена, либо папа. Который не подпадает под закон возвращения. Да, совершенно верно, но он так как-то пошел. Ну, отлично. Хорошо, дамы и господа, Нехама, по-моему, у тебя есть точно какой-то вопрос ты хотела задать, у тебя глаза вообще полны каких-то глубоких мыслей, нет ли я ошибаюсь? У меня есть еще. Я вообще не буду давать, но если уж ты хочешь, чтобы я... Сейчас, секундочку, Мир, полсекунды. Ну, давайте. Давайте Нехаме. Я очень коротко, я хотела случайно... Ты как сказал, да, кстати, сегодня недельная глава, переход через море, а вот, кстати, сегодня мы в недельном, в дневном листе Талмуде как раз читали про автород. Какой праздник, какой автород. Медила, да? Медила? Да, да, Медила. Понятно. Просто совпадение, ну, как бы случайно. Окей. Да, хорошо, Эмиль, мы вас слушаем. Да, я просто хотел сказать, что тут, как бы, может быть обратный ход. Действительно, советский читатель и посоветский читатель совершенно не знаком не то, что с еврейством, а вообще с Библией. Это не то, что были те поэты, когда был Жуковский, и когда писалось это все, и даже, наверное, Пастернак, было общество совершенно другое. Оно знало, как бы, по крайней мере, эти тексты, значит, и могла это все ассоциировать и понимать. А вот здесь, может быть, как бы обратный ход. То есть, русский читатель в каком-то смысле может таким образом восполнить свое какое-то образование, познакомиться именно непосредственно с первоисточником, с еврейством, то есть, на что писали эти поэты, о чем они писали. И вот русский читатель, мне кажется, что есть смысл это как бы пропагандировать и в России, и среди русского читателя, не еврея даже. То есть, просто же. Мы принимаем для этого все усилия. усилия. Да, отлично. Я предлагаю вообще, вот как бы факультативно, пожалуйста, в синагоге читается Рашад Шаво, потом читается автора, вот, а потом желающие могут читать русскоязычную поэзию на тему авторы, как бы, вполне как бы. Почему нет? Да. Да, окей. Минак Маханаем, да. Да, Минак Маханаем, сто процентов. Окей. Ну, хорошо, господа и дамы, давайте, либо мы как бы заканчиваем, либо мы попросим автора прочесть еще пару стихотворений на его как бы выбор, на то, что Юлия Игловна просила. Может быть так, либо вопросов, по-видимому, народа нет, народ как бы обдумывает и так далее. Можно еще в такую группу играть. Вы называете имя поэта, а я говорю, есть у него или нет. Если есть, я его читаю. Хотите? Да. Я предлагаю можно поставить обложку. Давай поставим обложку, там обложка у меня картинка есть, я могу поставить картинку и тогда полуузнаваемым лицам. Дмитрий Кедрин у тебя есть? Нет. Иосиф Бродский. Иосиф Бродский. Нет, я, честно говоря, лично люблю Бродского. Да, но что ж. В частности, то, что он выкрест, и очень много по-своему выкрест писал каждому Рождеству по стихотворению. Еще он пишет, что Нигдеонок, который забился в кустах, я не помню, как в стихах, забился, но есть единственное стихотворение про Женопродношение Пицхава. Да, да, да. И в конце он пишет, что Нигдеонок, который забился в кустах, он выглядит как крест. Ну, окей. Поэтому я это мы прошу. Мы тебя это простим, конечно, но с трудом. Ладно, секундочку, сейчас я А ты знаешь это стихотворение Кедрина про фараона? Нет? Не знаешь? Я тебе пришел. Пришли. Сейчас полсекунды не могу никак. Ну, мы пока можете кинуть. Да, да, да. А, да, да. Все, все, все. Вот все я сделал. Да. Все. Замечательно. Видно правильно? Да. Сейчас я сделаю А тут увидите их лица, поэтому вам будет легче. да, да, да. Видно так или сделать больше? Ну, да, наверное, полный экран видно, да? Окей. Ну, вот смотри, например, Ахматова, да, не знаю, все-таки как бы есть целый цикл. Провести как бы отделить их понимание, скажем, ну, не даже них отделить наслоение христианское, то есть то, что понимается, то, что они понимали под Ветхим Заветом, правильно? Я, честно говоря, не знаю, может, у меня такое ощущение было, я вздрогнул, когда вот то, что у тебя было прочитано у Сологуба, да, там было про три гвоздя прибитых, прибитых. Четкое ощущение, что это какая-то витерация, вообще говоря, с распятым Христом и так дальше. Я не думаю, Сологуб, он был совершенно не христианским человеком, а вот змея он очень любил. Я думаю, что это больше про змея, чем про кредства. Окей, ну хорошо, кто-то хочет сказать про каких-то поэтов, нет, как-то у нас немножко реалом идет, нет? Светаева. Что-что? Светаева. Светаева есть, есть Светаева. А у меня еще один был такой приемлемый, что стихи не заиграны. Никаких там, я помню, чудо-мнедовения такого типа не должно быть. Ну понятно, да. Почитаю совершенно вообще, очень много замечательных стихов. Но вот я нашел такую ассоциацию, где мы знаем, что отец наш Яков не умер, правда? в главе мы читаем про то, что он умер. Приходит Хазань, нашим бедрец и говорит, нет, нет, он не умер, это вам кажется. А как он живет? Он живет, вот весь с его любилого она как бы отвоюет даже у смерти. И тут метафора, которую она приводит, это метафора вот именно метафора с Яковом. А в чем как бы рецепт вот этой бессмертии с Якова? Потому что известно, что тот, кто видит Всевышнего, тот не лед, теряется не раз, а Яков боролся с Англами и выжил и получил как бы из этого бессмертия. И Цитейл на этом играет. Звучит так. Я одну стиху прочитаю. Я тебя отвоюю у всех других, у той одной. Ты не будешь мечей-жених. Я мечей-женой. И в последнем споре возьму тебя замолчит у того, с которым Яков стоял в ночи. Вот такая связь, да, то есть она примет эту смертью, испытание смерти смерти возлюбленного и при этом поминает Якова как того, кто тоже смог победить смерть. Вот Цветаеву мы воехим и вторым по Марину Цветаеву. А Маяковский? Есть Маяковский. С Маяковского почти с Маяковского все и началось. У Маяковского есть несколько таких моментов. Один из необычайных моментов это в поэме «Облако обстана». Я буквально один пакет вывел. Городов вавилонские башни возгордясь возносим снова, а Бог города на пашне рушат мешая слово. Это на главу «Облако» Атефи есть у тебя? Нет, есть. Давай. Сейчас он стремится 106. Значит, мы уже в главе Атефа. Это в книге Варин. И там рассказывается как масштаб васаил Синай, что тоже связано с горой Синай. И у Фета есть Ода. Так, творение про горы. И кончается он так. Он говорит, как у клевого в горах, и воздух свежий, и вид вообще обалденный. И заканчивает он так. Кстати, Фета часто говорят, что он еврейник, он не еврей. Так, что борода большая была. Фамилия странная. Мне так легко я жизнь познал, и грудь так сладко дышит ею. Я никогда не постигал, что нынче сердцем разумею. Зачем он горы выбирал, когда являлся Моисеем? Отчего вблизи чудес доступны таинства чудес. Вблизи небес доступ к таянии чудес. Вот так. А что из Ходосевича? Ходосевича как раз очень здорово. Во-первых, знаете, какая родословная у Ходосевича? Что еще раз? Какая родословная у Ходосевича? Вы знаете? Ну, он еврей считается. Ну, да, в общем, да, но Юхус его не очень хороший еврейский. В смысле? В смысле? Его дедушка был один из таких евреевых, выхрестов, антисемитов и так далее. Есть такая книга Кагаля, такая антисемитская книжка, из которой в том числе вышли протоколы что евреи делают такой заговор и вообще страшные вещи написаны в Талмуде против боев. Ну, современная черноцентль митература растет во многом из книги Кагаля. Это дедушка Ходосевич. Внук за дедушку не отвечает. Я ничего не говорю, а просто поиху. Это с юмором было, это было с юмором, да. Внук за дедушку не отвечает. Окей. Значит, Я взял Ходосевича на главу 1, на самую последнюю главу, которая здесь есть. И я как бы ставлю конфликт между пониманием Моисея Ходосевича и Ивана Козлова. Был такой великим русским поэтом Вених Кушкина. Значит, Иван Козлов говорит, что Моисей он такой герой-философ, он что-то посеял, знает, что со временем взрастут благодатные ростки. А вот Ходосевич он видит в Моисея бунтаря. И Моисей платит цену того, что он не пойдет в Эрт-Исраэль, за то, что вопреки повелеванию Всевышнего он ударил в скалу, евреи получили воду, напились, вот такой Прометей получается. Звучит так. В стихотворении называется Моисей. Спасая свой народ от смерти неминучей, в скалу жезлом ударил Моисей, и жаждущий склонился иудей к струе студенной и певучей. Велик Пророк властительной руки он не простер над далию синеватой, да не потек послушной заглядатой исследовать горячие пески. И так далее, и так далее, и так далее. Кончается так. Не так же ли поэт мечтой самодержавной преобразует мир перед толпой, но в должный миг ревнивый яговой, извиняюсь за выражение, карается за подвиг богорабный, волшебный вождь, бессильный и венчанный, ведя людей, он знает наперед, что сам он никогда не добредет до рубежа страны обетованной. Вот эта тема, что в мессии остался на горе него, в виде вероятности и так далее, это уфтрим Б1 вместе с Иваном Кузьмином. А такой вопрос. Портреты на обложке расположены в порядке авторот? Нет, случайно могут вносить. А нет, в порядке авторот, да, честно. Просто я увидал, что Ходасевич последний. Последний, совершенно верно. может быть, имеет смысл, знаешь, что если это не противоречит авторским правам, я думаю, что нет. Может быть, имеет смысл вот на этой страничке, которую я сделал, чтобы там было оглавление, и в этом оглавлении или список поэтов, например, понимаешь? не противоречит. Да, вот список поэтов, это, наверное, было бы хорошо. Ну вот, оглавление тут есть на последний. Пришли мне его, плиз, пришли мне его, я тропа ставлю там страницу, хорошо? Вообще, вообще можно только как бы представить, себе пофантазировать, если бы вот эти замечательные люди, да, русскоязычные поэты, если бы они знали классические комментарии, участвовали в наших занятиях, например, 70 ликов Тора, да, Нехам улыбается, какой бы мощный вообще импульс у них бы был, да, вообще развивать библейскую тему, понимаешь? Ну, можете Городницкого попробовать вытащить, он не очень молодой, но он столько все рассказывает, часто не совсем по делу, у него там есть целый там YouTube-канал, в общем, он много рассказывает про древности, про евреев, но хорошо бы познакомиться с личными комментариями. Его, кстати, дочка живет в Израиле, знаете, да? Да. У меня лично было пересечение в жизни вот такое очень интересное еврейское и русскоязычное, когда у нас дома на Беляево обрезание делали детям, вот, и там был Миньян и как бы старики сидели, да, вот мы старики называли, и мимо них там пробегал, ну, Данин принес им какие? не знаю, что может быть, не закуска, но как ты его с ними разговариваешь, тебе какому обрезание сделали, вот. И я не знаю, это была его инициатива, сейчас Даня уже русский как бы с трудом, да? Он почему-то, наверное, он из детей, который в школу ходил, он стал читать «Белеет парус одинокий». «Белеет парус одинокий». Ну, хорошо, он стал читать что-то такое, типа «Белеет парус одинокий», и на это кто-то из стариков, по-моему, это был Авром, да, он ему сказал, «Ашмайсраэль, ты знаешь, вот это было как бы пересечение русскоязычного и еврейской культуры на тот момент». Окей. Ну, хорошо, господа и дамы, давайте, может быть, мы на этом как бы завершим наше заседание и остановлю демонстрацию. Еще раз, материалы, пожалуйста, на сайте «Телельмо.ру». Пойдите, посмотрите на страницу, вот там будут добавлены списки поэтов. Ну, я думаю, что, в общем, У меня такой вопрос. Да. А может быть, можно, если несколько человек хочет заказать книгу, сорганизовать и заказать коллективно определенное количество или лучше по одной? Женя разговаривает по телефону. Ну, не знаю, это техническая вещь, давай, может быть, это можно выяснить напрямую. Хорошо. а потом… Как правильно, как правильно, как правильно заказывать, как правильно заказывать книгу. Ну, во всяком случае, вот такой, скажем, первый выстрел этой демонстрации на тему пересечения русскоязычной культуры и той еврейской, которой мы занимаемся, мне кажется, очень интересно. В всяком случае, можно увидеть, что мы значительно продвинулись. Почему? Потому что, ну, вот специального поста точно не будут устраивать по поводу русскоязычных поэтов, которые, значит, писали на тему Библии. и более того, мы даже вполне как бы обсуждаем и все. Так что, все, я не знаю, сколько они продвинулись, но мы как бы точно продвинулись и, в общем, совершенно даже не с того, что даже безболезненно и безопасно, мы вполне с интересным этим занимаемся. Мне кажется, что это очень важное продвижение. Окей? Ну, хорошо, дорогой Эмману и Женя, давайте на этом закончим. Огромное спасибо, было дико интересно. Желающие заказать, пожалуйста, иди посмотрите эти линки на странице вот этой сайта lmo.ru либо можете напрямую написать Женя, он находится в Фейсбуке и так дальше. Окей? Да, кстати, там же на странице можно, если ты хочешь какие-то твои координаты дать страницу в Фейсбуке либо имейл, если люди как-то... А вот этот самый QR-код, он прямо на мой Фейсбуке окей, замечательно. Окей, все говорят огромное спасибо, давай, старик, замечательное дело. Будем продвигать оба направления. Всем счастливо, пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok